Здравствуйте всем дорогие друзья, с вами Акамарачи. В этом видео я бы хотел с вами поделиться информацией, как можно пофармить много опыта на больших судаках на реке Дамаха. Ловить мы будем на спиннинг вот такой вот, о да, самое время достать мах. Ловить мы будем на спиннинг вот такой вот сборки. 19,2 поводок, катушка, 23,25 спиннинг, 20 леска, приманку. Смотрите, здесь есть несколько вариантов приманки. Пока еще рано на судака закидывать, расскажу приманки. То есть вы можете ловить на 25 черный джик, но будьте готовы, что иногда могут влезать сомы, вам мешать. Ловить на него советую на 25 проводке и ступенькой. Тогда будут меньше поклевки сомов, но могут клюнуть крупные сомы. Килограмм на 18-15, которую будете долго тянуть. Если вы поучаствовали в новогоднем ивенте, вам посчастливилось вытащить вот такую вот блесну елочку, которую все сейчас, грубо говоря, не очень сильно любят, потому что она очень часто падает с коробок. Вы можете использовать ее, очень хорошая блесна. Если же елочки у вас нет, не беда, не расстраивайтесь. Вы можете использовать вибрима 18 грамм, ну и больше. То есть вот эту вот блесенку, вот эту приманку и на нее ловить. На нее тоже очень хорошо клюет судак. Можете еще попробовать вот эту вот. Но это уже совсем из ряда вон, когда у вас прям вообще все. Ну лучше вибриму, вот ту, которую я вам показал, золотую. Либо елочку. А так 25 грамм тоже хорошо, но очень часто сомы. На вибриму и елочку сомов практически нет. Очень редко и маленького размера. Поэтому можете спокойно блеснить, кидать. Но сейчас еще пока не ночь, поэтому могут заходить щуки на эту блесну. И щуки крупные. Вот и первый судачок зашел на 5500. Я думал в 9 часов еще рано блеснить, но не рано. Значит можно в принципе с 9 часов. Я знаю, что ночь в 9.30 начинается. Но можно и с 9 походу блеснить, судак будет попадаться. Что по поводу судачка. Насколько он хорош, насколько есть смысл бросать какой-то пруд или речку. И в ночь ехать фармить суда на судаке. Опыт либо деньги. Потому что на крупном судаке еще и хорошо деньги. За ночь можно заработать около 400 монет. Это очень серьезные деньги за одну ночь. Естественно, если у вас есть 25 килограммовый спиннинг. С 23 килограммовой катушкой. Но сборку я вам показал в начале этой снасти. Судаки очень хороши. Посмотрите в чат. 515 единиц опыта. Конечно, это синий судак. Это не очень прям он часто клюет. Но клюет. За ночь можно таких поймать штук 7. Несмотря как будет везти. Иногда можно и 10, можно и 5, и 3. По-разному. Все зависит от вашего везения. Насколько сильно вам везет. Вот и будете ловить. Но, я думаю, штуки 4 точно за ночь вы поймаете. Даже при самом плохом раскладе. Я, по-моему, меньше 4 не ловил. Вот и посчитайте. 2400 опыта. Только с этих судаков. А еще плюс будет много клевать, которые по 2,5 килограмма. По 3, по 1,5 килограмма. То есть, рыба будет идти и будет давать хороший прирост вам по опыту. И по деньгам тоже неплохое. Нафармить очень хорошо. Поэтому, я считаю, что стоит бросать на данный момент, если у вас 15 разряд, любую локацию и идти фармить сюда судака ночью. Единственное, могу только сказать, что я пока не разобрался с рекой Сан. Очень интересная река, где много форелевых видов рыб. Нет, неправильно говорю, не форелевых, а осетровых. Вот, осетровых видов рыбы. Наверное, вот так. И там можно очень хорошо тоже поформить и опыт, и поформить деньги. Но там надо ультралайт покупать. Либо ловить на стоковый спиннинг 5 килограмм, который вот в самом начале на первой локации можно приобрести. Но с этим спиннингом, естественно, не все так просто. Если ультралайт до 7 килограмм, или даже до 10, я точно не помню. По-моему, до 7 максимальный. То это до 5. Естественно, если рыба клюнет 6-7, вы все себе оборвете к чертям. И это будет очень печально. Особенно, если клюнет что-то такое приличное. Ну и я вытаскивал там рыбу где-то 4 килограмма, 3,5. Тяжело. Достаточно тяжело тащить на этот спиннинг. Долго времени занимает. Но оно того стоит, я вам скажу. Опыта хорошо приходит. И денег тоже сыпет нормально. Но пока что локация для меня загадочная. Я мало на ней половил. Надо больше времени, чтобы обловить ее. Посмотреть на какие приманки что ловятся. Да и вообще очень быстрая река. Блеснить очень мне понравилось. Течение хорошо несет вашу приманку. И рыба ее быстро хватает. На каждом забросе клюет рыба. Видео у меня есть на канале по этой реке. Разведка боем. Поэтому можете зайти посмотреть. Очень такая вот прям. Мне прям понравилась эта речка. Классная. Смотрите на блесну елочка. Какой у нас отличный приход. Я считаю это великолепный вообще приход на елочку. Давайте сейчас я поменяю блесну вебрима. 18 грамм. Надо было немножечко подготовиться и купить побольше. Но я что-то думал в моем ассортименте имеется блесна побольше. Но видно я наверное думал немножко за другие приманки. Но на эту тоже будет ловиться. Но я вам советую купить покрупнее. Чтобы судак клевал крупнее. Вот на вебриму попался судачок. На 6,243. Даже еще больше чем попадались на елочку. Зачетный. Великолепно. Буквально наверное это на четвертой проводке мне попался вот этот зачетный судак. Поэтому даже если в вашем распоряжении 18 граммовая вебрима вы можете спокойно ловить. Еще на нее попадается мурена. Тоже опытная рыбка. Особенно если попадется синенькая. То она тоже будет. Вот это наверное мурена. Но могу ошибаться. Сейчас вытащим проверим. Если попадется синенькая. То за нее тоже опыт. А неплохо. Около там 600 по моему дают. Единиц. Прям очень хорошо я считаю. Так вот это судачок. Все тот же. Вот опять на эту блесенку судачок зашел. То есть и вы отсеиваете самов. Что самое главное. Потому что самы это такая пакость. Знаете рыба которая. Грубо говоря не нужна вам на данный момент. Вы пришли сюда за опытом. И попутно за деньгами. Основная цель опыт. А сом вам мешает. Он тратит ваше драгоценное время. Вы пока будете вываживать 18 килограммового сома. Вы потеряете 4 часа игрового времени. То есть вы потеряете практически половину вашего ночного времени. Не практически. А половину. И это очень сильно обидно. Вы понимаете. Что все. Ночь прошла. И вы кроме одного сама. И пару еще судаков. Вы ничего не поймали. И чтобы такого не было. Вот используйте вот такие вот блесна. Но если. Ну вебриму я думаю все в состоянии купить. Но если вдруг так действительно плохо. То джиг черный вам в помощь. Проводка 25. И аккуратненько. Но сразу говорю. На черный джиг не застрахованы. Вы даже на 25 проводке от поклевки крупного сома. Поэтому будьте готовы. Что монстрик вас побеспокоит. Один раз у меня было такое. Что в начале ночи клюет 19 килограммовый сом. И в конце 17 килограммовый. Это просто что-то было с чем-то. Я всю ночь потратил на вываживание двух сомов. И поймал там двух судаков на 3 килограмма. Это была самая наверное провальная ночь. После этого я уже начал расспрашивать людей. Какие можно еще применять блесна. Вот посоветовали вебриму. И посоветовали елочку. Естественно протестировав. Понял, что это наверное на данный момент. Одни из лучших блесен для ловли на домахе судака ночью. Пользуйтесь. Применяйте. И чтобы у вас был великолепный клев. Но сразу говорю тоже. На ночь не приходится. Иногда можете приехать. Сделать где-то 5 забросов. 5 проводок. Не будет ни одного судака. Можно сделать и 9 забросов. Ни одного не будет. Такое бывает редко. Но бывает. Поэтому всегда будьте бдительны насчет этого. Если вдруг что-то не так. Попробуйте поменять приманки. Поэкспериментировать. Еще один зачетный судак. И давайте я покажу место. Я координаты не помню показывал, не показывал. Вот место. Ну координаты кстати вы видите. Что-то я это. Но место вот где эта яма. Я вам показал. Тем самым облегчив вам поиски. Сейчас вылавливаем еще думаю одного судачка. Если будет крупный. И идем сдаваться. Нет, это маленький. Это даже был не судак, а марена. Я ее мурена назвал. Неправильно назвал. Прошу прощения. Марена. Мурена. Ну вот смотрите. 600 опыта. То есть очень неплохо. Это тоже рыбка. Опыта дает нормально. Еще хочу показать одну вещь интересную. Смотрите. Видите садок практически заполнен. Но не совсем. Чуть-чуть осталось места. Советую идти продавать рыбу. Потому что когда ловите крупную. Она иногда не добавляется в садок. Вы поймали. Да вам опыт засчитала. Но в садок она не кладется. Она как бы пропадает. Возможно это игровой такой баг присутствует. Как бы. Когда как. Раз на раз тоже не придется. Поэтому лучше продать. Обидно будет. Если поймаете зачетного судака. И не сможете его забрать. Или марену зачетную. Поэтому обязательно продаемся. И едем опять. Потому что час ночи. До 5 утра. Еще 4 часа. Кстати добираться до этой ямы. Вот это вот все расстояние. Занимает где-то 25 минут игрового времени. Как вы могли наблюдать. Что продались мы на 153 монеты. Сейчас мы еще наловим. Где-то монет. Я думаю на 90. Это точно. И будем с вами в огромном плюсе. Марену крупную поймал. Смотрите сколько опыта дают. 671. Очень хорошо. Плюс она тоже неплохо стоит. Так же как и судак. Ловлю на вебриму сейчас. Потому что что-то на елочку перестало нормально клевать. Я имею ввиду второй заход. Сразу же как приплыл. Сразу на вебриму начал ловить. И все. Елочка буквально пару раз кинул. И все. Очень хорошо идет судак. Прям очень. Редко как говорится. Но метко. Прошу заметить. Отличный результат. Редко когда бывает такой улов. Особенно на второй заход. Вот сейчас он есть. Если еще хотя бы парочку таких поймаю. Это будет просто идеальное завершение ночи. Дорогие друзья. Полностью забит садок. Телепортируемся на базу. Уже смысла ехать нет. Ночь закончена. В конце очень повезло поймать двух марин. Еще хорошеньких. И небольшого вот еще такого вот судачка. Поэтому вообще великолепно просто все прошло. 158 монет. И там было 154. 200, 300, 312 монет. Я ловил и чуть больше. Где-то почти под 400, 380, 370. Но тоже я считаю отличный результат. И что немаловажно. Опыта мы с вами заработали. Где-то в районе 8-9 тысяч. Всем спасибо за внимание. Если вы знаете лучшие места фарма. Лучшие места заработка денежных средств. Пишите в комментариях. И обязательно прислушивайтесь. Прислушиваюсь. А если вы считаете, что моя методика неправильная. Или что-то здесь неверно. То всегда можете это оспорить. И выразить свою критику в комментариях. С вами был Акамарач. Подписывайтесь. Нажимайте колокольчик. И до скорых встреч. Пока.